МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У поселка Расцвет на месте кровавого перехода началось строительство надземного перехода. Глава Минтранса Хакасии и представители Федерального управления автомобильных дорог Байкал сегодня представили журналистам проект пешеходного моста. Преимущество проекта оценил наш корреспондент Алексей Баинов. Расцвет печально известен трагическими сводками о жертвах ДТП. Каждый год здесь десятки пострадавших. Участок федеральной трассы, проходящей рядом с поселком, пытались контролировать всеми способами. Не помогли ни ограничения скорости, ни видеофиксации. Ежедневно здесь проходит до 15 тысяч машин. Требуя безопасной жизни, жители Расцвета даже перекрывали федеральную магистраль. Трагедия почти двухлетней давности, когда молодая девушка попала под колеса автомобиля, подстегнула власти к кардинальному решению вопроса – постройки надземного пешеходного перехода. Было обращение главы республики в федеральный центр, в частности, в Байкалу-Пордор и в российское дорожное агентство. Нас услышали, поняли. И вот сегодня заказчик-застройщик приступает к строительству данного пешеходного перехода. Подобные объекты строятся по всей стране. Это программа Минтранса России и Росавтодора по повышению уровня безопасности автодорог. Республиканский проект стоит почти 41 миллион рублей. Работы по проектированию данного объекта начаты были еще в 2011 году. То есть пока прошло проектирование, экспертиза, и вот только сейчас мы уже вышли непосредственно на реализацию проекта. То есть в этом году, в октябре месяце этот объект уже будет реализован. Это будет не просто 70-метровый переход. Предстоит перенести автобусную остановку, установить защитные звуковые экраны, ограждения и озеленить прилегающую территорию. Кроме того, в самом переходе предусмотрен пандус для инвалидных колясок и освещения. А вскоре появится еще один переход на федеральной трассе М-54 в районе Черногорска. Проект сейчас проходит экспертизу. Зарплата шахтеров республики уже в этом году вырастет на 5-7%. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров главы Хакасии Виктора Зимина с руководителем Сибирской угольной энергетической компании Владимиром Рашевским. В совещании также приняли участие первый заместитель главы Хакасии, министр финансов Юрий Лапшин и директор ООО «СОЭК Хакасия» Алексей Килин. В ходе встречи было поддержано предложение по увеличению заработной платы сотрудникам угольной промышленности, несмотря на экономические сложности, которые сегодня испытывает компания в связи с ситуацией на мировом рынке. Цены на уголь по сравнению с 2011 годом упали на 35%. Это, в свою очередь, не может не отражаться на республиканском бюджете. Цель встречи и заключалась в выработке совместной стратегии. Давайте попробуем еще увеличить объем добычи угля. При этом мы договорились, чтобы они увеличили инвестиционную составляющую по Хакасии. Этот кризисный год в кризис выживают те, или после кризиса, кто в кризис вкладывал в производство, в развитие ее, и выдать абсолютно другой продукт в конце кризиса. К слову, в этом году в угольную промышленность республики будет вложено 2 миллиарда 100 миллионов рублей и около 4,5 миллиардов в электроэнергетику, связанную со строительством Абаканской ТЭЦ. Общий объем инвестиций компании СОЭК в республику станет рекордным – около 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году было вложено около 2 миллиардов. Для Хакасии это означает дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также создание новых рабочих мест. Кстати, на строительство Абаканской ТЭЦ сегодня задействовало на больше тысячи строителей, а в ближайшее время их число планируют увеличить еще на 300 человек. Курортный сезон на озерах Ширинского района открыт. Последние выходные были самыми многолюдными в этом году и самыми беспокойными для сотрудников правопорядка на суши и воде. Такой пункт с постоянной дислокацией на курорте и озере Белё открывается уже шестой год подряд. Насколько эффективна эта мера борьбы с нарушителями водного спокойствия оценила Юлия Константинова. Вода в озерах еще не нагрелась, погода переменчивая, однако на берегах яблоку негде упасть. Сколько туристов в этом году пока данных нет. Но в прошлом здесь отдохнуло около миллиона человек, как в прямом, так и в переносном смысле. Известно, на природе люди расслабляются, иногда бывает чрезмерно, а тут ребята бодрые на лошадях при форме. Это, конечно, дисциплинирует определенный контингент, так скажем, отдыхающих. Решение в середине июня открывать в курортном районе временный отдел полиции, который работает круглосуточно, себя оправдало. В этом году уже выявлено больше 800 нарушений, изъято почти 900 литров алкоголя, проведено тысячи профилактических бесед, в частности, сотрудниками группы патрульной службы ГИМС. Погода хорошая, но здесь бывает, вал налетает внезапно, резко, так что смотрите всегда, если что-то курица нашего, все ближе к берегу. Ведется контроль и за соблюдением правил водного законодательства. Кстати, в этом году скутеров, гидроциклов, моторных лодок значительно меньше. Возможно, в связи с принятым в мае постановлением правительства ХАКСИ об ограничении использования частных маломерных судов на Белё. Зато коммерческие курсируют по акватории вполне свободно. Они уже по новому закону 36-му, они нам не поднадзорны. Деятельность их должна судоходная инспекция контролировать. Но с другой стороны, судоходная инспекция работает на судоходных путях. Это закрытый водоём, он не считается, не относится к судоходным путям. Ну вот они выпали как-то из... Надо отметить, судоходной инспекции в ХАКСИ как структуры нет. Функции её переданы Енисейскому управлению госимучнадзора, руководство которого находится в Красноярске. К тому же его специалисты не курируют закрытые бассейны. Так что в этом году, похоже, полный порядок на Белё навести пока не удалось. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести ХАКСИ. Каждый четвёртый призывник ХАКСИ непригоден для воинской службы. Отдать долг Отечеству юношам не позволяет здоровья. Сегодня в военкомате республики подвели итоги весеннего призыва. Комиссии в муниципальных образованиях прошли без чрезвычайных ситуаций. За три с половиной месяца ХАКСИ отправила служить без малого тысячу человек. Половину забрали сухопутные войска и Министерство внутренних дел. Более ста солдат пополнили морской флот. Чуть меньше – ЖД, воздушно-десантные и ракетные войска. Всего два человека выбрали альтернативную службу. Причина – религиозные убеждения. Обоим парням предстоит отслужить на гражданке в должности санитаров в Абаканском пансионате ветеранов. Причём вместо положенного года альтернативщики будут нести службу на 9 месяцев дольше. Между тем, по сравнению с прошлым годом, число призывников, которые попали в престижные войска, резко увеличилось. Улучшился и качественный состав. Каждый пятый, кто одел этой весной военную форму, имеет высшее образование. А практически 70% из всего призыва вдобавок и безупречное здоровье. Впрочем, количество тех, кому служить нельзя по медицинским показаниям, в Хакасии также возросло. Сегодня это 25%. Не обошлось в этот призыв и без уклонистов. То есть 30 человек по нашим повесткам не явились, в том числе проведённые проверки выявили, 14 человек по неуважительным причинам. В том, соответственно, ещё работа проводится. Возможно, в том числе и мероприятия будут решены с возбуждением уголовного дела и с примечением их уголовной ответственности. Большой юбилей. Сегодня в республике чествует Валентина Полева. Ветеран Великой Отечественной войны, несмотря на свой возраст, а он празднует 90-летие, до сих пор руководит Советом ветеранов. Юбиляра поздравили в правительстве Хакасии. Сегодня о Валентине Васильевиче Полеве говорят исключительно в превосходной степени. В этом человеке восхищает всё. Его долголетие, жизнелюбие, твёрдость характера. Он прошёл практически всю войну. Семь раз был ранен. Причём три ранения тяжёлые. После войны принимал участие в строительстве железной дороги «Абакан-Тайшет». До выхода на пенсию работал главным инженером Абаканского отделения Красноярска железной дороги. Секрет долголетия я бы сравнил с железной дорогой. Железная дорога – это движение, а движение – это жизнь. Так вот, дорогие товарищи, сыновья, дочери, берегите жизнь. Сегодня Валентин Васильевич ведёт активную общественную деятельность, возглавляет Республиканский комитет ветеранов войны и военной службы. Своей главной задачей считает патриотическое воспитание современной молодёжи. Сегодня у меня есть ещё одна почётная миссия – это вручить вам удостоверение к памятной медали, и медаль вручить, которая называется «Патриот России». Примите, пожалуйста, её как оценку огромного вашего труда, как оценку той работы, которую вы ведёте по военно-патриотическому воспитанию. Валентин Васильевич участвовал в Курском сражении, форсировании Днепра, операции «Багратион». К его многочисленным военным наградам сегодня добавились почётные ордена мирного времени. Среди них орден за благие дела от Совета старейшин Хакасии. Валентин Полев – один из создателей книги «Страницы, опалённые войной». Правда, как признался сам ветеран, о Великой Отечественной мог бы рассказать гораздо больше. Просто в своё время, боясь преследования, сжёг пять рукописных тетрадей. Спустя годы воспоминания не потускнели. Просто переживать все ужасы войны, пусть и на бумаге, ещё раз он не намерен. На будущее у него другие планы. «Планы – только жить. Только жить. Ну и, может быть, и любить. Ну как без любви?» Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. «Если жить не любить, это не жизнь». Хакасия заняла первое место в Сибирском федеральном округе по темпам роста заработной платы. В среднем жители республики получают 24 762 рубля. По словам экспертов, это стало возможным благодаря стабильному социально-экономическому развитию республики. При этом расходы населения на покупку товаров и оплату услуг за 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличились на 11 с лишним процентов, что в свою очередь способствовало росту доходов от предпринимательской деятельности. Сейчас Хакасия по темпу роста реальных доходов населения находится на 23-м месте в России. Напомню, в прошлом году она находилась на 70-й позиции. На этом у меня все. А сразу после новостей смотрите нашу постоянную рубрику интервью. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова